115 томов уголовного дела предстоит рассмотреть в ходе судебного процесса над экс-мэром Владивостока Игорем Пушкарёвым, его братом Андреем Пушкарёвым и бывшим директором МУП «Дороги Владивостока» Андреем Лушниковым. Адвокат Антон Бушмаков не является непосредственным защитником обвиняемых, но равнодушных к делу Пушкарёва среди юристов о Владивостоке сегодня нет. Ведь это первый настолько открытый для общественности процесс в Приморье. Что же интересного происходило на минувшую неделю в Тверском суде Москвы? Вот первое, о чём я хочу поговорить, мне интересно мнение моего сегодняшнего эксперта, вновь в начале недели встал вопрос, может быть, стоит отпустить этих людей, которые обвиняются всё-таки под домашний арест. Андрей Калачинский напомнил Антону Бушмакову о тяжёлом состоянии Андрея Пушкарёва. Об этом на своей странице в социальной сети написал Игорь Пушкарёв. Брату срочно нужна медицинская помощь. Сейчас дело осложняется тем, что моему брату Андрею, который находится под домашним арестом, жизненно необходима операция. Но обвинение не даёт разрешения на неё, аргументируя тем, что это затянет процесс. Могу предположить, что это ещё и способ давления на меня, ведь состояние здоровья брата действительно вызывает опасения. Кроме того, сегодня непонятен, подчёркивает Андрей Калачинский, процесс заслушивания свидетелей из Владивостока, где будет проходить допрос – в Москве или во Владивостоке, и насколько корректно по отношению к свидетелям допрашивать их по московскому времени. Ведь слушания начинаются около 14 часов по Москве и заканчиваются спустя 4-5 часов. Для нас это уже ночное время. В деле 56 свидетелей, из них только 7 проживают не в Приморском крае. Это свидетели защиты. Свидетелей обвинения 67, из них в Москве проживает один. Остальные также в Приморье. Свидетели должны допрашиваться, соответственно, в рабочее время, в рабочее время суда. В данном случае у нас имеется разница во времени. У нас два рабочих времени, да, Москвы и Владивосток. То есть здесь, я так полагаю, допрос будет вестись, либо непосредственно свидетели будут прибывать, приезжать в Москву, и их будут допрашивать непосредственно в судебном заседании, либо будет организована некая конференц-связь. Также отметил приглашенный эксперт, случай с Игорем Пушкаревым можно назвать уникальным в российском судопроизводстве. Не только по открытости. Впервые была изменена территориальная подсудность уголовного дела. В деле также заявлены материалы прослушки и негласного наблюдения за Игорем Пушкаревым, которые были рассекречены в 2014 году. Спецслужбы делали это в течение пяти лет, хотя разрешение, по словам экспертов, они получили только на полгода. В уголовном деле братьев Пушкаревых и Андрея Лушникова с каждым новым заседанием суда всплывают новые подробности. И только в апреле уже назначено пять заседаний. Светлана Садовая, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.